МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Мы обсуждаем самые острые коммунальные вопросы, о которых невозможно молчать. Находим пути решения и оказываем реальную помощь. Как не растеряться, если вы столкнулись с произволом и беззаконием в сфере ЖКХ? Написали десятки писем с криком о помощи, но разрешения своего вопроса так и не добились. Мы поможем, научим и объясним. «Совет моего дома» решит проблемы вашего. О самых наболевших коммунальных темах мы говорим на страницах в социальных сетях. И вот один из самых популярных вопросов. Капитальный ремонт запланирован на 2030 год, а дом у нас уже в ненадлежащем состоянии. Как быть? Выход есть. Мы, как собственники, имеем возможность открыть специальный счет. Для этого надо провести общее собрание, принять решение, передать документы в ГЖИ и фонд капитального ремонта. И через 12 месяцев после принятия этого решения, фонд капитального ремонта, все те деньги, которые мы платили в общий котел, он перечислить на этот специальный счет. И когда эти деньги будут у вас на вашем специальном счете, а его открыть может управляющая компания, ТСЖ, либо фонд капитального ремонта. Только открыть, распоряжаться деньгами будем мы, собственники. И вот когда эти деньги поступят на специальный счет, мы уже можем начать сами выполнять работы по капитальному ремонту. Муниципальный центр управления Самары ежедневно фиксирует десятки обращений от жителей областного центра. Большинство из них касаются тематики ЖКХ, благоустройства и ремонта внутридворовых территорий. Но поступают и другие вопросы. К примеру, жители города интересуются организацией площадок для выгула домашних животных. Ведь воспитанный питомец – залог безопасности хозяина и окружающих людей. Как не вырастить агрессивную собаку и как вопрос организации площадок решается в столице региона, расскажем в нашем сюжете. Эта площадка для дрессировки и выгула собак на пересечении улицы Владимирской и Чернореченской была построена еще в 1985 году. Со временем ее обустройством занимался общественник Виталий Рылеев, привлекая сюда собаководов и вместе с ними благоустраивал территорию. Завестись собаку – это дело одно, а вот чтобы она была социально безопасной для окружающих – это уже другое. И на этой площадке мы пробиваем в первую очередь, это, конечно, культуру, культуру общения с собаками, культуру безопасного общения с окружающей средой. Здесь подготовимся к каким-то праздникам. У нас есть группа инициативная владельцев собак, и они приезжают сюда, и мы здесь готовим разные спортивные аттракционы, номера и так далее. Год назад инициативная группа решила принять участие в губернаторском проекте «Содействие». Заявка жителей победила на областном конкурсе. На территории площадки завезли песок, установили ограждение и оборудование для тренировки собак. То, что в нашем районе появилась такая удобная и комфортная площадка для губернаторского собак – это результат работы не только сотрудников администрации, но и жителей, которые совместно с нами участвовали на всех этапах от проектирования до сдачи объекта эксплуатации. Сейчас здесь регулярно занимаются со своими питомцами более ста человек. Конечно, рады, потому что в городе у нас очень мало таких мест, а собаками нужно заниматься. Обычно, когда гуляешь где-то по дворам, отпустить страшно, потому что, ну, детки, многие возмущаются. А здесь как бы в свободной форме можно и бегать, и играть, плюс заниматься с собакой. То есть это не просто прогулка, а какая-то польза для нас. К 2022 году в Леденском районе Самары планируют построить еще одну площадку для выгула собак. Обновить освещение, украсить газоны, установить современные детские площадки и отремонтировать внутриквартальные проезды. Обращения, которые поступают от жителей Самары через социальные сети, оперативно отрабатываются. Отдельная часть вопросов касается внутренних коммуникаций дома. К примеру, жители микрорайона «Крутые ключи» попросили у властей улучшить состояние придомовых ливневок. Посмотрим сюжет о том, как решался этот вопрос. Развитая инфраструктура, качественные дороги, детские площадки и в перспективе новые школы и поликлиника. Все это стало решающими факторами в выборе комфортного жилья для семьи, делится Андрей Кондаков. В микрорайоне «Крутые ключи» он проживает более пяти лет и о своем выборе ни разу не пожалел. Любая коммунальная проблема, а их, по словам молодого человека в Кушливе, немного, решается жителями совместно с представителями районной администрации. Во время дождя обращались, чтобы установили ливневочку нам, потому что выходишь с подъезда, по лужам шагаешь. Мы в течение трех, наверное, двух-трех часов приехали, быстро поставили, все сделали. Дополнительная придомовая ливневка появилась в 12-м доме по улице Золотухина после того, как жильцы объединились, составили коллективное обращение и опубликовали его на странице в социальных сетях. На просьбу в управляющей компании администрации района отреагировали. Теперь у подъезда в жилого дома отсутствуют лужи даже в сильные дожди. Чтобы ливневки прослужили долго, конструкцию необходимо беречь. Хотелось бы, чтобы люди относились бережно к этим работам, потому что люди у меня работают круглосуточно, выполняют данные работы и, конечно, видеть это все, то, что люди работали, на следующий день эти трубы сломаны, либо их нету, это очень печально. Все обращения поступают от жителей микрорайона напрямую в районную администрацию. Их можно отправить в письменной электронной форме или через социальные сети. Последний вариант сейчас наиболее популярный. Очень много заявок. В основном жители обращаются по благоустройству микрорайона «Крутые ключи». Это асфальтирование придомовой территории, посадка деревьев, кустарников. То есть то, что на данный момент сейчас и происходит по микрорайону. Сегодня на конкретных примерах мы в очередной раз показали, как решаются коммунальные вопросы, поступающие от жителей города. У нас еще много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. О них подробно расскажем уже в следующих выпусках программы. Обсудим наболевшие темы вместе с экспертами ЖКХ. И вновь расставим правильно знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Встретимся в следующую среду в эксклюзивном проекте телеканала «Самара ГИС». Включайтесь в 18.55. И помните, совет «Моего дома» решит проблемы вашего. С вами была Мэри Елчан. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова